Второе Петра, 1.19, с 19 и до конца этой главы. Да, давай, Паша, у тебя микрофон. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божие человеки, будучи движимы Духом Святым. Амин. Давайте мы немножко рассмотрим это место и попытаемся понять, о чем же оно нам говорит. 2 Петра, 1 глава, 19 стих. Ну, 19, 20, 21, там 3 стиха вообще. Давайте мы попытаемся понять, о чем говорит это место. То есть апостол Петр, он пишет в какой-то группе людей, и он что-то пытается донести. Давайте мы, может, попросим кого-то из студентов выйти к доске и записывать те моменты, которые мы будем выделять из этого отрывка, о чем же оно говорит. Андрей. Ну, как первый момент, он явно говорит о вернейшем пророческом слове, да? То есть это писание имеется в виду, правильно? Ну, запиши пункт первый. Писание, о котором говорит этот отрывок. Что здесь в этом отрывке есть еще в отношении Писания? То есть что? Вот момент, светильник. Сдвинули светильник. Андрей. Да, светильник, сияющий в темном месте. Ну, тут момент, тут сказано, доколе не начнет расцветать день. То есть день расцветает сам по себе. Светильник дает нам возможность дожить до рассвета. То есть светильник сам по себе не является источником рассвета, правильно? Он не является вот этой утренней звездой, но он помогает нам дожить до рассвета, да? Третий пункт. Вот Саша сказал, что к этому светильнику, к Писанию, необходимо обращаться. Ну, то есть вот вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. Вот третий пункт запиши. Обращение к Писанию. Четвертый пункт, вот о чем мы говорили, что вот этот светильник сияет во тьме. То есть мы, как любые живые существа, нуждаемся во свете. Но мы находимся во тьме. Правильно я понимаю из этого места? И этот светильник помогает нам сохранить себя до рассвета. То есть можно записать, наверное, так. Писание как помощник во тьме. Да. Ну, можно просто помощник. Писание, помощник во тьме. Так, дальше. Вот, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. То есть источник Писания не человеческий источник. Правильно мы понимаем? То есть источник Писания сверхъестественен. Да, да, напиши. Сверхъестественный источник Писания. То есть вот из 20 стиха мы узнаем, что у Писания есть сверхъестественный источник. Из 21 стиха. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые и божий человек, будучи движимы духом святым. Что мы видим из этого места? То есть в 5 стихе мы увидели, что есть сверхъестественный источник. Что мы видим из Дух Святой, который действует через человека. Сейчас, сейчас, сейчас. Это ж еще не все. Мы сейчас постараемся как можно больше вытянуть из этого места. Ничего страшного. Вы это перепишите. Мы это сотрем и продолжим. Благо тетрадки наши не заканчиваются. После чего можно купить новую. Седьмое, значит, шестое. Дух Святой, который действует через людей. Значит, еще какие моменты мы можем извлечь из этого отрывка? У кого какие идеи? Что мы еще не зафиксировали? Дух Святой, который действует через людей. Ну, в шестом пункте мы скорее отразили то, откуда и каким путем оно приходит человеку. Давайте. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день, не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Да, производит изменения в сердцах. Зная прежде всего то, что никакого пророчества Писания нельзя разрешить самому собою. Это мы зафиксировали. Бо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые и божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Еще у кого-то, может, есть какие-то идеи, что еще мы можем извлечь из этого отрывка. Просто его перечитывайте несколько раз, и может что-то еще откроется, что вы не перечислили. Я, например, вижу еще как минимум два пункта, которые мы могли бы записать. Еще раз. Ну так, оформите мысль так, чтобы ее можно было… То есть мы нуждаемся в нем. Если мы действительно хотим даже и до рассвета, то мы нуждаемся. Андрей, запиши, пожалуйста, восьмой пункт. Мы нуждаемся в этом источнике, в светильнике, в Писании. Да, есть те люди, у которых оно вроде бы есть, но его и нет. Это знаете, как несколько лет назад тоже с братом с одним общались, такая интересная мысль прозвучала. Вот как узнать, мое имя записано в книге жизни или не записано? Значит, он пришел ко мне с таким вопросом. Мы нуждаемся в источнике, в принципе, в Писании, в светильнике, да, минора. Вот приходит этот брат ко мне и говорит, как узнать, мое имя записано в книге жизни или нет? Я говорю, ну и как? Он говорит, ну смотри, держит в руках Библию, говорит, это книга жизни? Я говорю, да. Ты когда читаешь, ты себя там видишь? Да. Значит, твое имя записано. Неверующий ему дай эту книгу. Он будет читать, он увидит кого угодно, но только не себя. То есть, на самом деле, рожденный свыше, он когда читает, он видит, что Бог к нему обращается. Ну, то есть, понимаете. То есть, если человек родился свыше, он читает Писание и еще чего-то не понимает, это не значит, что понимаете, о чем я говорю. То есть, понимание приходит с возрастом так же. Мы начинаем все больше и больше понимать, чем больше и больше погружаемся в изучение Писаний. Значит, я бы еще отметил пару моментов. Тьма, о которой здесь говорится, она снаружи или внутри нас? Кто говорит снаружи, на основании чего? Где? Рассвет начинается с утренней звезды, которая где восходит? В сердцах ваших. То есть, Писание, вот этот отрывок, он нам говорит не о тьме наружной, а о тьме внутренней. Понимаете? Оно освещает нас. Да, изнутри, поэтому тут написано. Звезда утренняя в сердцах ваших. Значит, давай, наверное, оформим это таким образом. Вот у нас там был пункт, который говорил о том, что мы его стерли. Пятый пункт какой у нас был? Нет, там был пункт о том, что… Короче, девятый пункт у нас, наверное, будет такой, что вот этот вот светильник, он производит изменения внутри нас. А, да, производит изменения в сердцах. А, стоп. Значит, смотрите, если здесь говорится о том, что тьма, светильник, утренняя звезда, рассвет, мы видим возрастание света внутри нашего сердца. То есть, это процесс, который Бог начал, и он собирается довести его до полного дня. То есть, да, можно записать так, что это процесс, который начался, который начал у нас Бог, и этот процесс возрастает. Есть подобное место. Сейчас я попробую найти его. Вот римлянам 9, 28, есть такой стих. Есть еще один интересный момент в этом стихе, в этом отрывке. Значит, и здесь мы можем увидеть разницу между языческим мышлением и еврейским. Значит, смотрите, в соответствии с представлениями мира о том, что все катится к концу света, вот само даже определение конец света, вы знаете, что это не библейское определение. То есть, в Библии нет такого понятия вообще. Вот слово конец света указывает нам на то, что настанет момент, когда придет полная тьма. То есть, день человечества начинается рассветом и заканчивается закатом, полуночью, тьмою. Это языческое сознание. А в этом стихе мы можем увидеть о том, что день еврея и нееврея, который познает Бога, начинается во тьме и заканчивается рассветом. Вам это ничего не напоминает? Напоминает ничего. Был вечер, было утро, день такой-то. И вот я вам скажу, это очень важный момент для понимания многих прочих, связанных с теми событиями, которые уже происходили и еще предстоят нам. Им предстоит еще произойти на земле. Значит, начинается с тьмы, заканчивается светом. То есть, это еврейское мышление, это библейское мышление. Я вам скажу еще один момент. На перерыве мы с Валиком немножко поговорили. Да, можешь садиться. Поговорили на одну тему тоже касательно будущего человечества. И вот смотрите, даже христианское мышление, к сожалению, оно сформировано отчасти языческим мышлением. То есть, о чем говорит христианское мышление? То, что вот все будет разрушено. Не останется ничего. И мы видим места Писания, которые говорят об этом. Но я вам скажу, что еврейское мышление, оно смотрит на это по-другому. Придет Мошех и все исправит. И на земле будет Эдем. И Писание об этом говорит. И вы знаете, если это все где-то как-то совместить, то на самом деле Ишо вернется и будет судить. Но после этого будет полное восстановление человечества. Понимаете? То есть, взгляд Писания на будущее не трагический. Точнее, скажем так, в отношении человечества это больше похоже на роды, которые сопровождаются определенными страданиями, но в конечном итоге это приводит к радости, к полноте, к рождению нового человека. Понимаете? То есть, такой взгляд Писания на человечество, на историю человечества. Значит, а вот такое вот мышление, что оно все закончится, все разрушится, и земля разрушится, и небеса разрушатся. Да, есть места Писания, говорящие об этом, и мы будем их рассматривать, о чем же говорит на самом деле Писание, потому что я в свое время задался этим вопросом, почему одни места говорят о том, что будет новая земля, новое небо, а что же с этим произойдет? Если Писание говорит, что это будет новое творение, Писание говорит про меня, что я новое творение, так что же, Бог же меня не уничтожил полностью, чтобы меня воссоздать. То есть, у меня сохранилась память о моей прежней жизни. То есть, что-то из того прошлого во мне сохраняется. Понимаете? И нельзя сказать, что Бог меня полностью уничтожил для того, чтобы меня сделать нового. Он произвел определенные перемены. Мы будем более детально изучать эти места Писания, потому что я в свое время, когда рассмотрел это, значит, о чем говорит вообще Писание, вот творю новое небо, новую землю, я получил интересное откровение. Значит, еще раз, исходя из этого отрывка, мы можем сделать выводы, что однозначно пророчество не может быть произносимо просто человеком. Значит, и мы знаем характеристики пророчества, которые, истинность пророчества, скажем так, которые дает Бог. Значит, еще в Торе была дана такая заповедь, как различать истинного пророка от ложного пророка. Значит, если человек будет говорить именем Господнем, значит, и пророк будет говорить именем Господнем, и что-то возвестит, и оно не исполнится победе такого камнями. И вот представьте себе, сколько сейчас людей в общине, в церкви, которые набираются смелости и заявляют, вот так говорит Господь. А потом по факту оказывается, что это не совсем так. И слава Богу за милость Божью, что Он сейчас не применяет тех мер, которые были предписаны Торой. Потому что если мы будем задумываться об этом, значит, мы прежде подумаем, а стоит ли говорить то, что вот у меня. Может быть, это прежде следовало бы как-то исследовать, вопросить Господа. Потому что, ну, на самом деле, говорить что-то и говорить, что это сказал Господь, это очень большая ответственность. Значит, что мы еще отсюда выяснили, то, что Бог на самом деле знает изначально, что будет происходить, каким образом будет происходить. Вот при том мы имеем вернейшее пророческое слово. Значит, это есть тот источник, к которому мы должны обращаться. Потому что люди в этом мире очень часто обращаются к гадалкам, к астрологам, кому угодно, для того, чтобы узнать свое будущее, для того, чтобы узнать свою судьбу. И в конечном итоге судьбы людей разрушаются. Я лично знаю, вот в моей жизни есть такой пример. Значит, когда у нас в церкви была одна семейная пара, они были, ну, по крайней мере, жена была активной такой участницей в церкви, она там и библейскую школу закончила, все. Они на тот момент, когда они пришли к Богу, у них финансовое состояние было никакое, но Бог их благословил. Они были гостеприимными, в их доме проходила домашняя группа. Когда приезжали служители в Кишинев послужить, они предоставляли свою квартиру. И вот был один служитель, который видел, в какой бедности они живут, и он, когда уезжал от них, он просто благословил их, сказал, вот я благословляю, чтобы реально в вашу жизнь пришел такой избыток, чтобы когда я приеду в следующий раз, чтобы картина была совершенно другой. Интересный момент. Это благословение исполнилось. Когда он в следующий раз приехал, у них был полный капитальный ремонт в квартире, вся мебель, вся аппаратура, все было новое, но они не приняли этого служителя, потому что они уже были не в церкви. Я скажу, что дальше произошло. В какой-то момент у них начали происходить сложности во взаимоотношении между женой и мужем. Она пошла к гадалке. Для меня это вообще непонятно. Будучи верующим, будучи рожденным свыше, в конечном итоге уйти так далеко, что обратиться к гадалке. После этого их брак распался. Она вышла второй раз замуж. Причем, я вам скажу, весьма неудачно. Потому что я видел первый брак, я видел второй брак. Потом она развелась со вторым мужем. Вышла замуж за третьего. Причем, когда выходила за него замуж, она уже была от него беременна. То есть жизнь ее пошла при всем при том, что вот в этот период был момент, когда мы ее все-таки пытались как-то привлечь обратно в церковь. Мы с ней общались, встречались. Вроде бы как она восстанавливалась, но все равно она не смогла. На тот момент, по крайней мере, она не смогла окончательно восстановиться. Насколько я сейчас знаю, она в церковь не ходит. Ну, не знаю. Чего люди ищут, того они и находят. Если помнишь, есть такой интересный эпизод в Писании, когда царь Саул вопрошал, вопрошал всех, кого только можно, в конечном итоге да вопрошался. То есть изначально, когда он перестал слушать Господа, когда он не дождался Самуила и принес самостоятельно жертву, когда ему было сказано, непослушание такой же грех, как и колдовство. Закончил он именно колдовством. Он сам когда-то издал указ об изгнании или уничтожении всех чародеев, всех волшебников из своего царства. И сам же в конечном итоге приказал найти вот эту вот волшебницу эндорскую. Он пришел к ней, обратился, чтобы она поколдовала, поворожила, и в конечном итоге ему было сказано, завтра будешь там же, где и я. То есть начинается все с непослушания. Заканчивается весьма печально. И поэтому хорошо, что у нас есть вернейшее пророческое Писание, к которому мы можем обращаться, которое действительно нас наставляет, которое нам показывает, которое нам показывает Божий план, показывает конкретно где, в каком месте мы должны находиться. Потому что на самом деле изучение истории в контексте Писания, оно помогает нам определить наши координаты в пространстве и времени. То есть мы видим, что Писание в многих моментах привязано не только ко времени, но и к земле, в частности к земле Израиля. И к народу Израиля, и к истории народа Израиля. Значит, и мы видим, как Бог многократно предупреждает Израиля о каких-то вещах. И в конечном итоге, если человек или народ не обращает внимания на предупреждение, то заканчивает он весьма плачевно. И Бог в принципе народ Израиля избрал для того, чтобы показать вот эти вот моменты, что если тот, кого он избрал, призвал, оправдал, если этот народ или этот человек забывает об этом, о своем призвании, о своем предназначении, рано или поздно приходит Божий суд, и человек или народ остается ни с чем. Я, вот, можно, кстати, вот сейчас даже посмотреть интересный момент, который говорит Ишоа в адрес Иерусалима. Это связано с еврейскими праздниками, точнее, с праздниками Господнями, которые Господь открыл в Торе. Давайте откроем Левит, 23 глава. Боря нашел. Можешь прочитать микрофон. Это читай, я остановлю. В принципе, нет, до конца не надо. Первые два стиха. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники Мои». Стоп, стоп. То есть, смотрите, Господь повелевает Моисею донести нечто до народа. Станет ли царь отдавать приказание сообщать неважные вещи? Нет. Давайте теперь посмотрим. Слово «праздник» на иврите – это слово «моэд». И оно переводится как назначенное время, назначенный срок, определенная пора, назначенное собрание или встреча, назначенное место, место встречи, назначенный сигнал или знак. То есть, это нечто определенное, конкретное, выбранное из череды. То есть, если мы говорим о месте, то это какое-то конкретное место, место встречи. Если мы говорим о времени, то это какой-то конкретный момент времени, какой-то определенный, конкретный момент времени в конкретном месте для какой-то конкретной определенной цели. Понимаете? То есть, другими словами, Господь в праздниках своих пытается донести до своего народа нечто очень важное, что Он собирается сделать в конкретное время, в конкретном месте, с конкретной целью. Значит, давайте мы теперь посмотрим одно место. Сейчас я его найду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кто-то, может быть, помнит точно, где место, когда Ишуа говорит в адрес Иерусалима, сколько раз я пытался собрать тебя под крыльями своими, если бы ты знал время посещения своего. А, я нашел. Это Евангелие от Матфея, 23 глава. Иерусалим, 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 избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотелось собрать детей твоих, как птица собирает тенцов своих под крыльями, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните благословен гряды во имя Господне. Сейчас это немножко не то место. Продолжение следует... А, вот. Лука, 19 глава. 41 стиха. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Вот интересный момент. Вот это вот слово «времени посещения». Слово «время». Тут кайра состоит слово. Время – срок. Значит, но если мы посмотрим словарную форму, ну, как это слово использовалось древнегреческими авторами. Сейчас я открою, прочитаю. Луки, 19 глава. Вот словарная форма этого слова, то есть вот, ну, как оно использовалось у других авторов в таком вот значении. Надлежащая мера, норма, самая лучшая, главное во всем мера. Надлежащая пора, подходящее время, благоприятный момент. Так, какие еще тут? Так, вовремя, своевременно, кстати. Или, как отрицание, не своевременно, не кстати. Кстати, сразу, внезапно. Так, иметь счастливый случай, то есть там словосочетание, в котором используется это слово, переводится как иметь счастливый случай. Использовать удобный момент. Воспользоваться благоприятным случаем. Время вообще пора. Во всякое время всегда так. До поры до времени. Исполнился срок. Выгода, польза. Обстоятельства, момент, пора. Настоящий момент, сложившиеся обстоятельства. Так, удобное место, подходящая точка. Жизненно важный центр тела. То есть, если мы рассмотрим все те места, которые до нас дошли из других источников на греческом языке, то мы можем увидеть, что это слово, оно точно так же переводится, как и еврейское слово моэ. То есть, это некий определенный момент во времени. Ну, то есть, всем знакомо такое понятие, как момент свидания, да, время свидания. И мы понимаем, что свидание назначается в определенное время, в определенном месте. Так вот, смотрите, Ишуа говорит, используя тот же самый термин, который используется в Торе для определения господних праздников. Вы не распознали своих праздников. Вы не распознали того самого момента, который вам был открыт. То есть, другими словами, значит, можно сделать вывод, что праздники указывали на время и место посещения Господа. Или указывали на те события и те времена, в которые Господь будет делать что-то особенное. И те люди, которые соблюдали эти праздники, которые исследовали, а что же это вообще означает, зачем нам вот эти праздники. Вот, кстати говоря, недавно, общаясь с одним человеком неверующим, в пятницу в обед он говорит, ой, слава Богу, неделя заканчивается, завтра выходной. И мне такая мысль приходит. Я говорю, а ты вот представь себе, что вот взять любую другую философскую систему, не основанную на Библии, нигде нет такой идеи, как день отдыха. То есть, шаббат – это то, что действительно подарено Богом человечеству, как возможность отдохнуть от суеты, от повседневных забот, для того, чтобы можно было сконцентрироваться на Боге и на том, что Он имеет для нас. То есть, Бог через праздники, которые заповедовал Израилю, Он открывал нечто о себе, о своих планах и своих намерениях. И Ишуа, когда пришел в Иерусалим, Он говорит, вы этого момента не распознали. И мы видим, что Он из-за этого очень и очень огорчился. То есть, когда Он пришел, оказалось, что народ не готов, хотя должен был быть готов. Поэтому для нас очень важно исследовать Писание, исследовать пророчество, исследовать те же праздники Господни, как один из аспектов пророчеств. Потому что праздники, они не только указывают на то, что уже произошло, но, я вам скажу, есть моменты, которые указывают на то, чему еще надлежит быть вскоре. Поэтому это для нас очень важно. У меня есть даже где-то более подробное исследование вот этих слов. А, кстати, интересный момент. Слово «моэд» имеет корень «эда» – община или «эд» – свидетель. То есть, праздники – это то, что свидетельствует о чем-то, что собирается делать Господь. То есть, община, праздник, свидетель – это в еврите однокоренные слова. Праздники, которые заповедал Господь, они свидетельствуют о том, что Господь собирается делать. Собрания, которые проводит Его народ в праздники, которые Он заповедал, они тоже свидетельствуют другим народам, которые не собираются, о том, что Господь собирается делать. То есть это вот моменты, которые мы вначале говорили, что Бог открывает себя через историю. То есть когда Бог будет судить тех людей или те народы, которые не приняли Бога, которые жили своими праздниками, которые жили своим понятием о мире, о себе, о Боге, они не смогут на самом деле ничего сказать, потому что Бог скажет, но ты же знал, что вот есть люди, которые собираются, которые славят меня, которые ищут общение со мной, ищут откровения. Ты знал, они приходили к тебе, они звали тебя, но ты же не пошел. И опять же, слово свидетель, то есть община, как группа свидетелей. То есть Божий народ, он задуман как свидетель Божьей славы. И поэтому то, что с Божьим народом, с Израилем и с Церковью происходит и будет происходить, это также свидетельствует всем остальным народам, всем остальным людям на этой земле. Значит, это все Бог задумал для того, чтобы свидетельствовать о своей славе. То есть помните, когда Иешуа сказал, когда сойдет на вас Дух Святой, вы будете свидетелем мне в Иерусалиме, Иудее, Самарии и до края земли. Вы будете мне свидетелями. И это не есть что-то новое. Потому что мы видим, что изначально Бог образовал свой народ как общину свидетелей. Потому что само слово «эда» – община, оно говорит о том, что это собрание свидетелей. Ну, то есть просто еврит, он такой интересный, многогранный, что именно из корня слова ты понимаешь вообще более глубокое значение самого слова. Поэтому для нас важно изучать вот эти вот все моменты. И не просто изучать, но и в своей жизни воплощать. Потому что Иешуа сказал, будьте же исполнителями слова, а не только слушателями, обманывающими самих себя. Понимаете? Если мы полученные знания здесь не применим на практике, то нет никакой гарантии, что мы окажемся успешными, когда встретимся с Господом. Все, перерыв. Спасибо. Спасибо.